Информирую, что сегодня я заявляю об отставке правительства. Я считаю, что теперь нужны новые идеи и новая энергия, которые могли помочь продолжить уже начатые работы. Зачем было рушить правительство, обществу внятно не объяснили. О причинах ни слова. Только о хорошем. Мол, отработали стабильно, экономика улучшилась, решили пару больных вопросов — эрболтик и лепайский металлург. Но тоже, как решили, с горем пополам. Но ведь не повод уходить. Нам рассказали про какой-то рестарт и новых людей, которые этот рестарт, очевидно, должны осуществить. Хотя на политическом горизонте уже давно не мелькало новых харизматичных лидеров. Просто старые, очевидно, засиделись без ярких постов. Никто даже не пытается скрывать истинная причина отставки, внутрипартийной интриги. Страу ему съела ее же партия. Сегодня премьера информировала меня об отставке правительства. После выборов избиратели дали возможность коалиции работать на благо государства. Мне очень жаль, что эта возможность осталась неиспользованной из-за внутриполитических споров. Единственные признают — пост премьера они никому не отдадут. Но и свои это место просто так не получат. Министр внутренних дел Рихард Козловский, с которого хотела видеть своим преемником Страуима, уже благородно, по-джентльменски, отказался от предложения. В пользу все делают вид, что не знают кого. Самые большие глаза у Солви Табултани. Мифы, которые обо мне создаются, я немножко от них устала. На этой же неделе президент начал переговоры с партиями о формировании новой коалиции. Сегодня первый раунд переговоров завершился. Раймонд Вейнис не назвал ни партию, которая должна взять на себя ведущую роль, ни кандидата на пост премьера. Лишь дал задания политикам. Имена претендентов и возможные модели коалиции он ждет еще в этом году.